Джерри Робинсон, «Готовись к краху нефтедолларовой системы». Публикация от 18 мая 2012 года. Рубрика «Экономика». Источник, перевод для Mixed News от Plagio Place. Учреждение международных финансовых организаций было не единственным итогом этого исторического собрания. Помимо этого был установлен общемировой золотой денежный стандарт, по многому опирающийся на доллар США. Сначала эта долларовая система работала хорошо, однако в 1960 давление новой финансовой системы на США стало слишком сильным. 15 августа 1971 года президент Ричард Никсон потряс мировую экономику, официально отменив международную конвертируемость доллара США в золото, таким образом положив конец договоренностям, достигнутым в Бреттон-Вудс. Два года спустя, чтобы поддержать мировой спрос на доллары, была создана новая система. Нефть нефти долларовая. В 1973 году было достигнуто соглашение между Саудовской Аравией и США, согласно которому каждый баррель нефти, купяную Саудовской Аравией, будет оцениваться в долларах. В соответствии с этим новым соглашением, любая страна, которая пожелала бы купить нефть, должна была сначала обменять собственную национальную валюту на доллары. В обмен на готовность Саудовской Аравии проводить нефтяные сделки исключительно в долларах, Америка предложила ей оружие и защиту месторождения нефти от посягательств соседних стран, включая Израиль. Нефтедоллары – деньги, получаемые нефтяными странами-экспортерами от продажи нефти, которые затем размещаются в западных банках. К 1975 году все страны ОПЕК согласились оценивать свои нефтяные ресурсы исключительно в американских долларах, в обмен на оружие и военную защиту. Нефтедолларовая система, или по-простому система нефти за доллары, медленно создала искусственный спрос на них во всем мире. Конечно, сообразно росту мирового спроса на нефть, то спрос на доллара США. По мере того, как доллар продолжал терять покупательную способность, некоторые нефтедобывающие страны стали сомневаться в целесообразности обмена все более обесценивающихся банкнот на свои нефтяные ресурсы. Сегодня часть стран пытается выйти или уже вышла из нефтедолларовой системы. Примерами являются Иран, Сирия, Венесуэла и Северная Корея, или, если угодно, хвост зла. Происходящее в нашем мире обретает новую смысловую глубину, если уметь читать между строк, игнорируя официальные причины, озвучиваемые господствующими СМИ. Также собственные валюты для сделок с нефтью желают использовать Китай, Россия, Индия и другие. В то время как все большее число стран продолжает уходить от системы нефтедоллара, использующей доллар США в качестве платы за нефть, мы ожидаем массированного инфляционного удара по американской экономике. В этой статье мы объясним, почему это возможно. Подвигающийся крах нефтедолларовой системы Когда историки пишут про 1944 год, они чаще всего упоминают трагедии и демокру Второй мировой войны. Действительно, 1944 был важной вехой одного из самых улучшительных конфликтов в истории человечества. Однако вместе с тем этот год стал знаковым для международной экономической системы. В июле 1944 в отеле Маунт-Вашингтон города Бреттон-Вудс, штат Нью-Геншир, состоялась конференция ООН по вопросам денежного обращения и финансов. Более известная как Бреттон-Вудская конференция. В историческом собрании присутствовало 730 делегатов от 44 государств-союзников. Цель встречи состояла в том, чтобы восстановить на русскую войну и международную экономическую систему. Во время трехнедельной конференции были учреждены две новые международные организации. Международный банк реконструкции и развития, МВРФ, позже известный как Всемирный банк, и Международный валютный фонд, МВФ. Кроме того, делегаты заключили генеральное соглашение тарифов о торговле. Так появилась Всемирная торговая организация, или ВТО. Еще одним важным для нас результатом конференции стал новый порядок восстановления и обменов курсов, где главную роль играл американский доллар. В конечном итоге все мировые валюты были привязаны к доллару США. В этом месте естественным образом назревает вопрос, почему все страны, которые заводили своим валютам, зависит от доллара. Ответ довольно прост. Доллар был привязан к золоту посредством фиксированной ставки, что делало его полностью конвертируемым в золото. В цене 35 долларов за унцию в пределах мирового экономического сообщества. Эта международная конвертируемость золота смягчала опасения по поводу нового порядка восстановления обменных курсов и создавала ощущение финансовой безопасности среди стран, чьи валюты привязывались по стоимости к доллару. В конце концов, договоренностью Бреттон-Лукс обеспечивали аварийный люк. Если бы доллар не понравился какой-то стране, его можно было бы легко обменять на доллар. Эта договоренность помогла восстановить необходимую стабильность финансовой системы. Но помимо того, было достигнуто и кое-что еще. Бреттон-Лукское соглашение немедленно породило сильный спрос на доллары с шапой всему миру, врачисто-предпочтительному обменного средства. Теперь, прежде чем мы продолжим, остановитесь на мгновение и задайтесь ли вопрос, есть ли какие-либо очевидные преимущества от создания большого количества долларов. Если так, то кто получает эти самые преимущества? Во-первых, создание большого количества долларов увеличивает венфляцию цен на активы. Другими словами, чем больше долларов, оборот, тем выше цены. Например, вообразите на мгновение, что американская экономика обладает денежной массой в 1 миллион долларов. Что если бы в этой воображаемой экономике я попытался продать вам свой дом за 2 миллиона? Даже если бы вам очень понравился мой дом, и даже если бы вы очень бы хотели его приобрести, я бы физически не смогли этого сделать. А с моей стороны, было бы абсурдно попросить 2 миллиона, потому что в нашей воображаемой экономике есть лишь 1 миллион. Соответственно, для повышения цен на активы необходимо увеличение общей денежной массы. Нефтедолларовая система создает искусственный спрос на доллары США, что позволяет расти пленом на активы. Но это не все. От мирового спроса на доллары получает преимущество правительство США. Как? Мировой спрос на доллары дает правительству разрешение печатать больше. В конце концов, мы же не можем подвести наших друзей не так ли. Если они так нуждаются в долларах, то давайте напечатаем для них еще немного. Случайно ли выпуск новых долларов стал любимым способом решения правительством национальных экономических проблем? Помните, что у Вашингтона есть лишь 4 основных способа решить экономические проблемы. Увеличить доходы, поднимая налоги, уменьшить расходы за счет сокращения выплат, занять деньги посредством выпуска государственных апплиграций и запечатать деньги. Увеличение налогов и значительное сокращение расходов могут стать политическим самоубийством. Одалживание денег удобный вариант с политической точки зрения, но слишком много не займешь. Методом, без исключения, приходим к печатному сланкурую. Печать денег не требует никаких неведенных жертв и никаких сокращений расходов. Это отличное решение для растущей страны, которая хочет избежать каких бы то ни было жертв. Однако печать большего, сверхнеобходимого количества денег может привести к инфляции. Поэтому стране и нужно любым способом стимулировать мировой спрос на свою валюту. Тогда у нее будет разрешение на печать большего количества денег. Усвоение понятия разрешения понадобится, если вы собираетесь следить дальше. И, наконец, главный получатель выгоды от увеличения мирового спроса на доллар США – Центральный Банк Америки, Федеральная резервная система. Можете вытащить долларовую банкноту из бумажника или кошелька и проверить, что напечатано на самом верху. Банкнота Федерального резерва. Деньги. Долг. Долг – это деньги. Вы когда-либо спрашивали себя, почему доллар США называется банкнотой Федерального резерва? Ответ опять же прост. Доллар США выпускается и дается взаймы правительству Соединенных Штатов Федеральной резервной системы. Поскольку доллары даны взаймы правительству ФРС, которые являются частным центральным банковским картелем, то доллары следует расплачиваться. Мало того, что доллары должны быть возвращены в ФРС, они должны быть выплачены с процентами. А кто устанавливает процентную ставку на должные доллары? Федеральная резервная система, конечно же. Выражаясь простыми словами, у ФРС есть объективная личная заинтересованность в поддержании устойчивого и растущего мирового спроса на доллары, потому что ФРС их и выпускает, а затем получает от них прибыль с процентной ставки, которую сама же и устанавливается. Как замечательно устроилась ФРС. Неудивительно, что она ненавидит контроль и внешнее вмешательство. Неудивительно, что частный банковский картель, управляющий ФРС с презрением, смотрит на любую попытку по аудитам. Итак, американские потребители, федеральное правительство и ФРС, все они в различной степени получают выгоду от мирового спроса на американский доллар. Конец Бреттон-Уудского соглашения. Риндон Джонсон, Вьетнам, Великое общество, затратный бюджет. Старая поговорка гласит, тяжело золото до кверху тянет. Эти слова как нельзя более верно отражают положение Америки в период после Второй мировой войны. К концу войны почти 80% мирового золота осели в американских хранилищах, а доллар официально стал неоспоримой мировой резервной валютой. В результате договоренности Бреттон-Уудс доллар был признан более надежным, чем золото. Исследования состояния экономики США на протяжении Второй мировой войны показывают, что это было время резкого экономического роста и экспансии. И этот период дал толчок демократическому взрыву. К концу 1960-х, однако, американская экономика испытала серьезную нагрузку. Бюджетные траты Вашингтона вышли из-под контроля, когда президент Гиндон Джонсон начал воплощать свою мечту о великом обществе. С созданием Medicare и Medicaid американские граждане впервые получили возможность получать средства к существованию от собственного правительства. Тем временем затратная и непопулярная война в Вьетнаме, финансируемая рекордно затратного бюджета, дала отдельным странам повод для сомнений в экономической состоятельности Америки. В конце концов, от состояния экономики США зависела вся мировая экономика. Экономическое развитие таких стран, как Япония, Германия и Франция, к тому моменту уже полностью опровержившихся от последствий Второй мировой, все еще в значительной степени зависело от устойчивости экономики США. К 1971 году, когда торговый дефицит Америки увеличился вместе с внутренними расходами, окажущаяся экономическая доставка лучей Вашингтона, было публично поставлено под сомнение многими мировыми державами. Иностранные государства видели, что в Вашингтоне заставят экономические проблемы, а США испытывают экономическое давление изнутри и снаружи. Согласно большинству оценок, война во Вьетнаме обошлась в более чем 200 миллиардов долларов. Этот крупный долг и другие задолженности, приобретенные благодаря серии ошибок в фискальной и монетарной политике, представляли серьезную проблему в свете важной роли Америки в мировой кредитно-денежной системе. Но международное экономическое сообщество волновалось не столько из-за финансовых проблем США, куда больше тревогу вызвал растущий дисбаланс американских золотых резервов по отношению к долгам. Суть в том, что Соединенные Штаты накопили много долгов, но не имели средств, чтобы их погасить. В вложении ускорблялось наличие очередей стран, желающих отменять доллары на золото, вследствие чего американские платы и запасы беспрецедентно истощились. Стало похоже, что иностранные государства почувствовали неименуемый конец, что говоря о Ньюске Бреттон-Гутс. В течение 1971 года спрос со стороны иностранцев на американское золото непрерывно взрослал. Центральные банки других стран стали избавляться от лишних долларов, предпочтя надежное золото. Длинная очередь стран, выстрелившиеся за золотом Вашингтона, явственно давала понять американцам, что игра закончена. Естественно, Америка никогда не стремилась стать мировым хранилищем золота. Инвентируемость в золото нужна была только для поддержания глобальной веры в американские бумажные деньги. Простовое осознание того, что доллар можно в любой момент преобразовать в золото, было достаточно для некоторых, но не для всех. Страны, которые начали сомневаться относительно способности Америки и управлять ее собственными финансами, решили выбрать признанную безопасность золота. Исторически золото было и вероятный останется главным получателем выгод от неудачных фискальных и монетарных политик, что лишний раз подтвердил 1971 год. Можно было предположить, что спрос со стороны иностранных государств на золото вместо долларов заставит Америку привести свои финансы в порядок. Вместо этого Америка поступила с точностью до наоборот. Вашингтон продолжил погружение в долговое болото, удовлетворяя свои имперские амбиции и жажду потребления. А иностранные государства ускоренными темпами обменивали американские доллары на американское золото. Вашингтон оказался в собственной ловушке и был вынужден отдавать реальные деньги золото за свои лукавые бумажные деньги – доллары. Америка попалась в капкан собственной империалистической политики. Вскоре Соединенные Штаты были финансово обескровлены. Вашингтон понимал, что система более не жизнеспособна и неустойчива. Но что они могли сделать, чтобы остановить кризис? В действительности имелось только два выхода. Первая возможность состояла в том, чтобы немедленно урезать непомерные расходы Вашингтона и быстро погасить часть долгов. Таким образом, в долгосрочной перспективе можно было восстановить доверие к американской экономике. Возможность номер два заключалась в повышении стоимости золота в долларах в соответствии с экономическими реалиями. Оба способа страдали одним и тем же изъяном – они требовали жестких налоговых ограничений и принятия на себя ответственности, что делало их неприемлемыми для США. Тогда как и теперь было очень мало желающих урезать свой аппетит и потребление, приносить жертвы или брать на себя ответственность. Шлагбаум на дороге из желтого кирпича Бреттон-Вудская система установила международный золотой стандарт, а доллар стал в итоге главным получателем выгоды. По иронии судьбы, система, признанная привнести стабильность в потрясенную войну и экономику, сама могла стать источником мирового финансового хаоса. Золотой стандарт был не совместим с финансовыми действиями и амбициями американской экономической империи. 15 августа 1971 года Вашингтон под руководством президента Ричарда Никсона решил вместо неразумного потребления долговых схем отказаться от обмена доллара на золото. Закрывая золотое окно, Никсон разрушил то, что еще оставалось от международного золотого стандарта. Именно с 1971 года доллар официально был объявлен простой бумажной валютой. Бумажная валюта та, чья стоимость определяется выпускающим ее правительством. Эта валюта печатается и утвердается согласно распорядительных документах. Как и все предшествующие бумажные валютные империи, Вашингтон пришел к выводу, что золото ограничивает его колоссальные расходы. Золотой стандарт в соответствии с проектами лудской системы подталкивает Америку по попытке публичной демонстрации налоговых ограничений в целях поддержания глобального экономического баланса. Закрыв золотое окно, Вашингтон затронул не только свою экономическую политику, но также экономическую политику всего мира. По международному целокому стандарту стоимость всех валют отличилась в доллар, а доллар имел фиксированную стоимость в золоте, но когда стоимость доллара была отвязана от золота, он стал плавающей валютой. Слово «плавающая» означает, что стоимость валюта не фиксирована и ни к чему не привязана. Как и на любой товар на доллар воздействовали силы рыночного спроса и предложения, когда доллар стал «плавающей валютой», все остальные мировые валюты ранее привязанные к нему внезапно тоже стали плавающими. Отметим, новая система плавающих валют с колеблющимися обменными курсами в скором времени подвергнувся моим взглядом со стороны спекулянтов и хедж-фондов. Валютная спекуляция была и остается угрозой для плавающих валют. Сторонники единой глобальной валюты используют текущую ситуацию с манипуляциями валютных спекулянтов в качестве основного довода в продвижении своей программы. В новую эру плавающих валют американская федеральная верная система, Центральный банк Америки, наконец сбросила с себя оковы золотого стандарта. Теперь доллары можно было печатать по желанию, не заботясь о наличии соответствующих золотых запасов для их обеспечения. Но хотя обретенная экономическая свобода и облегчила давление на золотой запас Америки, появились другие проблемы. Первым из главных поводов для беспокойства в Вашингтоне стало возможное изменение мирового спроса на американский доллар. Будет ли доллар, более неконвертируемый в золото, так же востребован, как раньше? Второй повод был связан с привычкой Америки к провагантным фратам. Во времена золотого стандарта иностранные государства с удовольствием приобретали американские долговые ценные бумаги, поскольку долги измерялись обеспеченным золотом доллара США. Будет ли теперь иностранное государство держать у себя американские долги, когда бумажная валюта более ничем не обеспечена? Надеюсь, что разобравшись с инфтидолларами, вы лучше поймете и движущие факты внешней политики США. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова